На площади в павильонах туристы могли познакомиться с бытом, узнать о жизни и ремеслах современного кубанского села. Живописная природа, мягкий климат, изобилие натуральных продуктов – все это есть на Кубани. Именно поэтому агротуризму сейчас уделяют особое внимание. От нас зависит, что это будет очередным прожектом или проектом, который реализуется. Вот именно если мы на самом деле этого захотим, то мы сделаем. Сделаем из этого проекта реальное направление экономики в аграрном секторе региона. И поверьте, оно будет успешно. Предприниматели из Анапы на выставке демонстрировали, что на курорте туристы могут посетить винодельческие и фруктовые хозяйства, ознакомиться с охотничьей рыболовецким промыслом. Анапское подворье оказалось самым большим. Его представили пять агрообъектов и филиал Сочинского государственного университета. Студентка третьего курса Дарья Байбу совместно с преподавателями разработала инновационный проект «Агротур. Казачье подворье». Это полностью рассчитанный как финансово, так и юридически продуманный. Осталось его реализовать. Также объекты агротуризма города-курорта на выставке представили крестьянско-фермерские хозяйства Ивана Каракизиди, Валерия Асланова, Владимир Абедрева, индивидуальные предприниматели Майди Мурчевой, Владимир Стерликов. Временно исполняющего обязанности губернатора Вениамина Конратьева и председателя ЗСК Владимира Бекетова встречали в Анапском подворье по традиции с хлебом с солью. Мы проводили совещания, рабочие встречи совместно с представителями туриндустрии и потенциальными объектами агротуризма. Я пришел к выводу, что на самом деле это очень перспективное направление для нас. Тем более, что у нас каждый год около 4,5 миллионов человек приезжают. Вот это тот наш запас, который необходимо использовать в развитии этого нового направления. Развитием сельского туризма в крае занимаются свыше 80 предприятий. Сегодня фермеры в основном выращивают чай, делают вино, разводят страусов, других птиц и животных. Туристам предлагается не только посмотреть на все это, но и принять непосредственно участие в работе.